Рекордные 18% пятёрок. Специальная астрофизическая обсерватория в очередной раз подтвердила статус интеллектуального центра не только России, но и мира. В этом году в тотальном диктанте участвовало более 1200 городов мира. Его писали на 4000 площадок. И везде общее количество отличных оценок составляло примерно 4% от общего числа сданных работ. По словам организатора акции в Нижнем Архизе, сотрудников САОРАН такой результат не удивил, в отличие от экспертов тотального диктанта. 18% отличных работ – это зашкаливающая статистика отличников. Когда мы переписывали с организаторами по поводу наших результатов, они сказали, 10% – это максимум. Что-то у вас, наверное, не так. Присылайте ваши работы. Это действительно статусно – уметь говорить и писать грамотно. Это как минимум. Второе – человек гораздо увереннее себя чувствует в мире, когда он в чем-то эксперт. А быть экспертом, скажем, в русском языке не так уж сложно. Но она-то волжанское участие в диктанте приняла по инициативе дочери. Ее работу, как и у остальных отличников САОРАН, филологи тотального диктанта проверяли целых пять раз. Но так и не нашли ни одной ошибки. Во-первых, это культура общения. Я бы сказала, это твой личный культурный статус. Это твое личное достижение. Я бы сказала, это некий даже подвиг придерживаться правил русского языка, когда сейчас, вы знаете, особо на этом никто не морочится и никто даже особо и не старается. Ну, я сказала, что вот даже в школе дела не очень блестящие. Ну, вот я просто вот из принципа постараюсь соблюдать все правила. И сама уже не к себе, и к своим, с кем я переписываюсь. Впрочем, организаторы тотального диктанта особо отметили не только самых грамотных. Почетные грамоты от них получили и самые возрастные участники. И те, кто искусно владеет каллиграфией. В Нижнем Архизе самым красивым был признан почерк аспиранта Елены Шабловинской. Для девушки это приятная неожиданность. Но больше всего ее порадовала хорошая оценка. Оно мотивирует. Оно мотивирует не забывать язык. Грубо говоря, вернуться в школу, снова почувствовать себя школьником, пытаться написать диктант. Не побояться получить за это плохую оценку. Не побояться сделать ошибку. И вот это как раз перебороть свой собственный страх, сделать ошибку – это самое главное, что есть в этом мероприятии. Но кроме награждений по результатам тотального диктанта в этом году будут сделаны и далеко идущие выводы. Такие, как предложения в орфографическую комиссию Российской академии наук по совершенствованию словарей и справочников. А также ряд рекомендаций для составителей учебников русского языка. Мадина Лайпанова, Мурат Кемрюгов, Архиз 24.